Ама, через Измаила, через все народы, которые были в Аравии. Благодарю. Вопрос очень интересный. Есть такая группа Z-Reticle. У них тоже есть свой сайт. Я так понимаю, они ведут свою информацию. Якобы эта группа дает какую-то информацию от инопланетян. И они говорят, что будет катастрофа с 2021 по 2023 год. Якобы планета Нобиру столкнется с Землей, будет переворот полюсов и многое что другое. Что по этому поводу могут сказать наши межзвездные друзья? По поводу будет ли катастрофа и по поводу этой группы? Да. Ну нет, по поводу группы мы разговаривать не будем. Это дело группы. А будет ли катастрофа и вообще есть ли какие-то катаклизмы с 2021 года? Потому что Иванга что-то предсказывала по этому поводу о катаклизмах 2021 года. Что наши межзвездные друзья могут сказать? Ну, да, вот сейчас Медгазкаус спрашивает, и, конечно же, интересует, по какой причине дают такую информацию контактёру. Ну, по причине того, что они смотрят в будущее и видят в будущем эти катастрофы. Это же инопланетяне, люди им верят, что они видят будущее. Понимаете ли, да, сейчас отвечает Медгазкаус, вот сейчас он, говорит, тоже всех приветствует, я отвечу на этот вопрос. Ну, вот он мне сейчас говорит, что инопланетяне – это такие же духи, как вы, но воплощённые на других планетах. Если это имеется в виду инопланетяне под видом инопланетян, люди могут вступать в контакты с плазмоидами цивилизаций. Но это тоже самые, те же самые духи, воплощённые в тонкоматериальных мирах. То есть насчёт будущего. Будущее многовариантно. Но все эти путешествия, просмотр будущего, в котором может быть катастрофа, они появляются в ментальной реальности этого контактёра, не просто так, а появляются потому, что на эту вероятность ему показывает определённая плазмоидная цивилизация. То есть на Земле существуют определённые плазмоидные цивилизации, которые заинтересованы в создании образа страшного будущего. В любой форме это может проявляться. В форме катастрофы, в форме потери контроля над своей жизнью, в форме захвата правительствами свободных умов людей, и в создании из них биороботов, в самых разных формах. Создаются специальные группы. Среди плазмоидов создаются специальные группы людей. То есть, да, ну да, людей, контактёров, да. Плазмоиды вступают в контакты с группами своих контактёров, которые живут в разных странах, разрознены друг с другом. Но они едины в том, что они передают информацию в видении страшного будущего, которое якобы невозможно исправить, или возможно исправить только тому контактёру, которому передана эта информация, либо его кураторам. Для чего это делается? Для того, чтобы плазмоиды прекрасно знают, что эта информация благодаря интернету распространится практически на весь мир, и найдутся те люди, которые в неё поверят, то есть вложат свою энергию, и будут ждать приближения, тем более, если названа дата, хотя бы приблизительная, но названа дата, они будут ждать этой даты с приближением, то есть доверяя этому контактёру, его кураторам, они будут ждать эту дату, и при этом, когда они будут её ждать, они будут ощущать, что всю жизнь, которую они прожили, что они не успели сделать, говорят, что она была бессмысленна, что и было бессмыслено рождение детей, которые могут погибнуть при наступлении катаклизма, например. И у них ощущение бессмысленности жизни плюс страха её потерять соединяется в такое хроническое депрессивное состояние. И вот этим хроническим депрессивным состоянием выделяется энергия, за которой и охотиться, можно так выразиться, по-земному эти плазмоидные цивилизации, то есть они для этого и делают, чтобы этих людей сделать донорами. Они просто перешли на паразитический уровень существования. Вот сколько я видел, сколько я видел негативных прогнозов будущего и разбирался, кем они даны, ну, в 90% это было именно так. В 10% это были духовные существа, которые были с уровня, там, с первого по, то есть с четвёртого по шестой, которые таким образом были в союзе с плазмоидами и цивилизациями, но просто больше подходили по вибрациям. Что я хочу сказать. Если вы видите информацию в интернете, которая говорит что-либо о страшном будущем, да ещё при этом называет дату, вы должны понимать, что это направлено на определённые эмоциональные состояния у того, кто смотрит. чтобы оставаться в покойном, гармоничном состоянии света, необходимо настроить свой духовный канал таким образом, чтобы быть в постоянном доверии Богу. В чём состоит доверие Богу? В том, что полное признание, что будущее знает только Бог и те сущности, кому Он открывает будущее. Но Бог есть любовь, и Он не откроет то будущее, чтобы пугать людей, которое является страшным, а Он его просто предотвратит, то есть Он не даст совершиться тому, что нарушает его планы. Ребята, огромное количество контактёров в интернете говорят о том, что наступит конец света. Я всё время шучу. А что будет, если он не наступит? У нас уже в этом году два раза они обещали наступление конца света. И меня очень умиляет, когда они потом после этого говорят, что они спасли вместе с высшими духовными структурами нас от катастрофы. То есть мало того, что обманули, так ещё потом спасли нас от этого. И так что всё нормально, ребят. Пока мы не поработаем со своим эго, мы и дальше будем... Субтитры создавал DimaTorzok